Ленинский районный суд завершает рассмотрение уголовного дела директора ООО «Максима». Состоялись прения. Обвиняется застройщик ЖК «Молодежный» в мошенничестве и краже денег дольщиков. Адвокаты подсудимого считают некорректными заключение правоохранительных органов. Я считаю, что мой подзащитный полностью невиновен. Каких-либо доказательств, которые свидетельствовали о хищении денежных средств, обвинением не представлено. Более того, по доводам стороны защиты, средств на постройку дома было потрачено больше, чем дольщики инвестировали. Сам обвиняемый считает, что недостроенная многоэтажка на Буинской – лишь неудачное стечение обстоятельств. По его словам, не хочет бог, чтобы дом был достроен. Буквально в шаге от договора с ключевым инвестором на застройщика завели уголовное дело. Мне просто мешали, не дали завершить строительство данных живого дома. Обычные гражданские правоохранительные отношения были заведены в уголовную плоскость. В возбуждении уголовного дела еще не предрешена моя виновность. Но тем не менее, я хочу принести вам слова извинения, что я не смог противостоять и нескольким факторам и сдать тон срок. Но является ли признание вины достаточным, когда многие в покупку квартиры на Буинской вложили последние деньги, а в итоге остались жить в прежних условиях. Кто в аварийных домах, кто в общежитии, а кто-то и вовсе без своих квадратных метров. На совести горе-бизнесмена не только гигантский недострой, но и сотни искалеченных судеб. И это неопровержимый факт. Девятый год живу на съемной квартире и вынуждена работать в таком возрасте. Мне тяжело и болячек много. Почему его должны оправдывать? Я полностью поддерживаю прокурора. Позиция обвинения на прениях была не менее радикальной. По мнению прокуроров, застройщик выводил деньги дольщиков через фирмы-однодневки, частично в неизвестном направлении. А также незаконно тратил средства на нужды, напрямую, не связанные со строительством. Мы просим назначить им наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Со штрафом в 900 тысяч рублей и с лишением права занимать должности в коммерческих организациях сроком на 3 года. Он заслуживает самого строгого наказания, поэтому страна обвинений просила наказание максимально возможное по данной статье. Судебное заседание по уголовному делу застройщика ЖК «Молодежный» должно стать одним из последних. Вскоре судьба нерадивого бизнесмена решится.